пришла с работы вышла на балкон смотрю а меня тут радует моя красавица вы посмотрите какая красота это самостоятельное домашнее цветение после магазина на 8 марта мне муж дарил этот цветок многие написали очень-очень похож на искусственный так как у него очень красивые листья и они красиво блестят да и цвел цветок прям мы его покупали ну я покупала муж дарит потому что он говорит светлана ты выбери сама помните этот разговор а вы выбери ты выбери сама и какой цветок ты посчитаешь нужным а я просто оплачу потому что ну откуда муж знает какие цветы мне в данный момент хочется нужно ему проще оплатить и я по своему вкусу на свой вкус выберу себе подарок это вот что касается живых цветов потому что горшичных потому что может подарить 100 цветок который мне не нравится или не нужен и вот он был куплен в бутонах бутоны были не раскрывшиеся потом дома бутон раскрылись и было магазинное цветение а сейчас вот домашние цветения но по-моему по-моему только один бутон из домашнего цветения там еще будет очень приятно что не просто магазинное цветение а еще и домашние даже пусть если будет один цветок хотя я вижу там еще бутон есть наверно будем обжаривать то что в духовке она жирная мы купили белорыбецу опять мы очень любим ее и если ее в духовке сделать она там потому что жирная будет все это стекать когда на сковородке на медленном огоньке она хорошо обжаривается и получается очень в собственном соку я вам советую честное слово так ну и что и к нам прибыли фермерские продукты не смотрите на упаковку просто так упаковали домашние яйца фермерские такие прям свеженькие свеженькие их можно даже пить сырыми как у меня любит александр я это у меня любят молоко сметана домашние а у молока вы посмотрите сливки прям красотой такой под коровы сметана посмотрите а молоко я открою нет должна опа какая красота ладно можно я прямо можно пусом течь будь по подбородку реально сливки это молоко этого не молоко не молоко так ну и сметану попробуем она прям только-только собственное изготовление конечно надо будет оладьи блинчики что-нибудь печь красота девочки что еще домашнего изготовления девочки сейчас я порежу как вы посмотрите как это приятно глазу прям такой вот ну домашний но домашние девочки если честно я домашний сыр никогда не ела очень вкусный прям очень мы с тобой ели сыр на сыроварне да когда мы ездили куда на 33 водопада точно 33 водопада и там чайная плантация сыроварня винзавод да и пчелофермы как это называется да рыбное хозяйство еще можно было там купить рыбку и все это в горах и там тоже был сыр вкусный но не такой вот он прям очень давайте попробуем и все таки расскажешь откуда это у тебя что это уже говорила так затем еще творог я просила форма немного добавить сахара девочки нам еще здесь зелени привезли это у нас родственники живут на ферме и ездил сын с александрой для нас передали все такое на салате кстати салатик с таким лучком это не покупала лучок до луком прям есть же все таки девочки разница да вот я удивляюсь но прям приятненько так и мяты я люблю часть мяты прямо обожаю если у меня остается чтобы она не завяла я ее мою листочки убираю и замораживаю замораживаю как просто в пакетик но прежде чем заморозить она же мокрая я обсушиваю или можно бумажным полотенцем промокнуть и в пакет и заморозить вот я наверное себе выделю несколько чтобы пакет с чаем чтобы не пропало так а здесь передали для мамы сметанку для александра бабушки так сыр помоли тебе домашний но очень вкусный и тоже творог а молоко у нас александр он у нас молоко пьет супруг мой любит да я молоколюб да сметану мы наверное на вот с творогом творог до туда песочек посыпать перемещать со сметаной и так вообще у меня уже тут на салат собирается сметана зеленый лук там салат листья есть яички ой боже мой ладно завтра сделаем сегодня мы уже ужинали уже время без 15 9 уже все но сыр конечно я сейчас с чаем зеленым чаем сырочек я конечно я с молоком так что девочки хочу вам презентовать такой нам подарок от детей от родственников большое вам спасибо хочу передать хорошо есть когда хорошие родственники это кстати редкость редкость иметь хороших родственников мне сметанки творогом сметана сахар творог и молоко рыбка разморозилась александр ее почистим так как рыбу чистить я не люблю и никогда ее не чищу александр почистил так как она уже была потрошенная без глаз без хвоста было все намного проще и вот я ее обжариваю на небольшом количестве маслом совсем-совсем немного и на медленном огоньке она подрумянивается и будет очень сочной и вкусной при желании можно конечно приготовить соус первая партия рыбки вот такая вот она получается румяненькая симпатичная сочная не сухая если допустим горбуша при жарке она суховато и к ней обязательно сто процентов нужен соус то здесь соус совершенно не нужно подавать рыбку я буду с пюре картофелем и конечно же зеленые огурчики и помидорчики всем приятного аппетита девочки ну и в догонку так как на улице жара я решила сварить компот здесь у меня крыжовник смородина облепиха сейчас еще порежу добавлю яблоки и как бы все помыла мяту 4 вот листика приготовила александра ездила на дачу и привезла мяту это уже второй раз первый раз я помыла просушила заморозила мяту очень вкусно зимой часть мятам девочки замораживаем здесь я а 4 листика для компота и здесь у меня получается несколько веточек опять же я помыла промыла хорошенько и вот ее сейчас просушу затем когда она просохнет не будет на ней капелек воды я ее разложу также вот ровненько каждый листик выложу его разверну и уберу в пакетик зип-пакет и заморожу так что вот будет вниз немножечко чая а будем пить с да хорошо еще знаете листья смородины ну как чай будет пахнут смородины и туда и смородины не надо вот короче запасаемся потихонечку много не нужно но всего по чуть-чуть и будет как раз самое то а сюда я добавлю опять немного сахара совсем немного мяту помешаю остужу и разолью по кувшинам александр придет а мне все готово и на все про все у меня было два часа чтобы приготовить ужин я еще почистила там картофель будет пюре за два часа мы можем приготовить все что угодно принять душ и быть красавицей на ужине девочки мне задали вопрос чем отличается герань от пеларгония сейчас все расскажу и покажу вам у нас во влоге как-то зашла с вами речь о геране и я сказала что есть герань есть пеларгония вы сразу так активно начали обсуждать какая же разница герань герань и пеларгония тоже герань вот так вот путаница до произошла еще в девятнадцатом веке представляете пеларгония герань это разные растения хотя они принадлежат к одному семейству гераньевых и имеют множество видов и подвидов но скрестить их между собой невозможно так как они генетически несовместимы пеларгония она уроженка южных краев а герань родом из северного полушария поэтому герань цветет даже при температуре плюс 12 что пеларгония не может так цвести она цветет только в комнатных условиях или теплицах цветы пеларгонии имеют неправильную форму два верхних лепестка крупнее чем три нижних они образуют крупные зонтики соцветий у пеларгонии не бывает расцветок синий голубых фиолетовых пеларгония бывает зональный плющелистный коровевские ангелы ангелы очень красивые и распространен вид пеларгонии зональный включает в себя 75 тысяч сортов герань очень благолюбива и растет на полянках в лесных чащах по берегам рек и на краю болот да да наша геранька это многолетняя корневищная трава с синий голубыми цветами и любит тень или полутень вот и различия наших гераний и пеларгоний мне все же больше нравится пеларгонии да и окрас листьев посмотрите какой видите и цветочки вот и разница